Зато в Снеговой Паде жила стройка. Здесь больше года было заморожено возведение домов по программе «Жилье российской семьи». У домов сменился застройщик и работа началась по новой. На какие объекты нужно бросить силы потенциальным застройщикам и инвесторам, ранее рассказал глава региона Андрей Тарасенко. Дома в Снеговой Паде не единственные, куда жильцы должны были въехать уже давно. В микрорайоне «Снеговая Падь» эти дома стоят особняком. В 2015-м их начали возводить по программе «Жилье для российской семьи». Участниками стали более 700 приморцев. Но год назад объект заморозили. В этом месяце на стройке вновь заработала тяжелая техника. На текущий момент уже ведутся работы на достройке дома номер 2 и дома номер 3. Постараемся успешно и достроить дом номер 2, который сейчас на буквально зачаточной стадии находится. Также ведется полномасштабная подготовка на домах номер 25 и 26. Выход на объекты планируется уже в сентябре. В строительство своего жилья Юлия Матвеева вложила все средства семейного бюджета. Новоселье планировала справить в прошлом году, но не вышло. Теперь в глазах дольщика надежда. После года простой из-за финансовых проблем прежнего застройщика на объект заступил новый, который обязуется достроить дома. Когда закончилось строительство, у нас уже пропала какая-то вера, что нас вообще достроят когда-нибудь. Ну, видите, нам улыбнулась удача. Нашли инвестора. Вопрос к даче долгостроев один из самых сложных и важных для Приморья. Застройщиками проблемных объектов в прошлом месяце встречу провел глава региона Андрей Тарасенко. Каждого попросил определить дальнейшие меры, которые позволят сократить сроки достройки домов и быстрее сдать их в эксплуатацию. Именно после этой встречи было найдено решение проблемного вопроса. Пошли так по каждой, что происходит, какая проблема. То есть строитель докладывает, застройщик, да. И решение какое. И какая помощь нужна от нас. После совещания с застройщиками глава региона выехал по адресам, где строительство домов не завершено. Провел встречу с дольщиками и на месте обсудил с Приморцами договоренности, которые были достигнуты с коммерсантами. В частности, глава региона прояснил решение ключевого вопроса по подключению объектов к инженерным сетям города. Детально его проработать Андрей Тарасенко поручал своим заместителям и специалистам профильных ведомств. В результате, после многочисленных встреч и переговоров между застройщиками и ресурсоснабжающими предприятиями, на сегодняшний момент достигнуто понимание по всем спорным моментам. В частности, у строителей домов по программе «Жилье для российской семьи» в районе Снеговой Пади есть четкое понимание, когда объекты будут подключены к сетям. Из бюджета Приморского края было выделено 560 миллионов рублей на оплату тех присоединений к ресурсоснабжающим компаниям. Буквально вчера Тарифный комитет уже выпустил решение об увеличении тех присоединений. В сентябре все платежи уже тоже пройдут. По поручению главы региона налажено взаимодействие между ресурсоснабжающими организациями и застройщиками других долгостроев. Дома по Грибоедово 46, Пихтово 35, 2-й поселковое 3В и жилой комплекс на Лесной подключат к сетям централизованного теплоэлектроснабжения в ближайшие два месяца. Точечная работа продолжится и по другим проблемным объектам края. Виктория Лобецкая, Игорь Лещук, Панорама.